Хайрыл кун Курмет Курмендер! Добрый день уважаемые зрители! Сегодня 21 марта, 21 августа. Мы сейчас находимся в городе Уральск. Спортивно-оздоровительный комплекс. Западно-казахстанское аграрно-техническое университета имени Жангирхана. Здесь по карте написано, что протекает до реки Деркул. Вот такой подвесной мост из пешеходный. По ту сторону там что-то вроде остров находится в санатории Нива или Нива. Уже на канале ранее были выпуски про город Уральск и мы тоже как-то гуляли по подвесному мосту. Мне тут сказали, что санаторий работает. На данный момент это лагерь, детский лагерь. Вот так что дальше сказали, ну как бы я так понимаю, ну просто сказали мне нельзя заходить. Так что возвращаемся обратно. Едем сегодня тоже в сторону центра города. А суда мы изобрели буквально случайно. Просто посмотреть, что находится в конце асфальтированной дороги. Дорога от санатория в сторону города. Хорошо. Сейчас мы едем в сторону центра города. Вчера вечером смотрел разные документы. И вот здесь вот, к примеру, адрес Маштакова. Здесь вот такие вот три многоэтажных многоквартирных дома есть. Также есть рядом с ними еще другие новые дома. Жилые, частный сектор. Здесь вот, к примеру, вдоль дороги вот так ставят мусорные баки для вывоза мусора. В этой части тоже есть газовые трубы. Проведен газ, есть вода. Так вот, вчера искал разные документы, смотрел и наткнулся на документы 2013 года, в котором говорится, что Деркулский поселковый округ был упразднен. И территории данного поселка были переданы в территорию города Уральск. И получается, сейчас мы вот едем, можно сказать, по территории города Уральск. Просто это вот прям окраина-окраина. А так раньше это был поселковый округ Деркул. По данной улице курсирует общественный транспорт, есть автобусные остановки. Более-менее неплохие асфальтированные дороги. Вот сейчас можно сказать, что мы заезжаем в тот самый поселок Деркул, который сейчас, я так понимаю, является как микрорайон Деркул города Уральск. Здесь вот у них есть с правой стороны амбулатория, там позади, видимо, школа. Сейчас предлагаю уйти по центру поселка, точнее микрорайона Деркул. Вот такие вот синие остановки есть, появилось вот такое дорожное освещение. Здесь, видимо, какая-то база там на территории. Есть горки с чем-то, то есть там какой-то материал, может быть, песок, или еще там камни насыпали. Пшеница? Так, на земле пшеница разбудит лежать, да? Можно сказать, что это центральная улица по микрорайону. Магазин-перекресток, хостовары, дарахана, и еще одна автобусная остановка. Ограничение 40 км в час. Вот такая вот здесь башня есть. Для воды. Не знаю, сейчас функционирует или нет, но выглядит заброшенный. Есть вот цветофор. Здесь вот есть такое двухэтажное здание. По всей видимости, на данный момент это что-то вроде торговый дом. Здесь вот ателье, шаштарас, маникюр. А во время совхоза, может быть, там был сельсовет. Здесь где-то с правой стороны проезжаем там школу. Вот здесь находится также колледж, интернат, мектеп. Все вместе, все в одном. Такая большая территория. 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 здесь по всей видимости есть парк также есть вот тут завод литейно-механический завод проехали и потихоньку выезжаем тоже на главную улицу здесь которая идет в сторону центра города мы по ней уже катались в ранее в ранних выпусках про город уральск можно будет посмотреть на канале здесь вот светофор здесь вот здесь мойка самообслуживание лимон решили заехать таскать ополоснуть машину за 100 тенге дали 35 секунд пены 450 тенге с пеной мойки самообслуживание в алматы будут подоступнее в плане цены здесь как-то секунды быстро очень пролетают там за 50 тенге 20 секунд дают мало что можно успеть лучше загнать машину на обычную мойку приехали вот такое кафе нашли через 2gis здесь пока что есть вайфай можно покушать вот до конца вот как но и в югер югер прекрасное место хорошего и вкусная кухня будьте уральски рекомендую не знаю что за желтое здание ну вот во дворе вот такого дома находится там вот написано доступ данного 196 дробь 2 это я так понимаю прежний прежнее название улице сейчас это проспект назарбаева где-то там находится парк имени кирова ну или раньше так называли данный парк сейчас на карте отмечен как просто парк за может быть это теперь центральный парк или как еще обычно называют парк культуры и отдыха что ли и здесь еще есть также стадион здесь вот с правой стороны стадион находится информационная доска на входе в парк городской парк культуры и отдыха наш любимый парк безден сихта сая бак с правой стороны плакат здесь вот паспорт объекта что-то будет строится кажется это футбольное поле дата окончания работ 30 августа 2020 год видимо уже заканчивают наверное у парка даже инстаграм есть и телеграм-канал сегодня Сегодня в уходной, людей много. Я здесь последний раз в 2017 году катался. Сейчас видно, что его обновили, новые кабинки. Продолжение следует... 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 На картах данная улица обозначена как Татарский переулок. Также мне порекомендовали посмотреть местную татарскую мечеть. Вот как раз к ней подъезжаем. Продолжение следует... Переулок Татарский. А вот и мечеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также называют Красная мечеть. Козел мечет. В интернете пишут, что построена в 1871 году. со стороны вот так выглядит очень интересно территория мечети и 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 Продолжение следует... 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 Новые микрорайоны. 1 сентября. Областная инфекционная больница. Здесь оказывается на территории находится как и взрослое отделение, так и детское. Сейчас в районе сити-центра. Сейчас в районе сити-центра. По проспекту Абая выехали на улицу Гагарина. Сегодня в Уральске не так жарко. Всего 29 градусов. Гагарина, думаю, улица. Да, это улица Гагарина. Остановка детский сад. Здесь вот с левой стороны проезжаем большой парк. Очень много деревьев. Какая деревьев. Поехали. Ласканый. Тут очень много деревьев. Оменяется. Давид. Тихо. Продолжение следует... С левой стороны КАСТРУППРОМ. Справа здесь находится Субару Центр, Шевроле, Хавал. Продолжение следует... Выезжаем на дорогу, на карте обозначено как Уральск-Желаево. Продолжение следует... Кажется, в этой части Уральска я впервые. Вдоль дороги продают арбузы, дыни. Продолжение следует... Где-то там с правой стороны находится песчаный карьер. На карте обозначено как озеро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улица Козложарская. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я уже не могу я уже не могу это кажется вот новая часть города уральск урал коласы жанна аудана деп сануга давула тонны салатана сарая здесь вот площадь большая есть флаг сануга 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 Абельхайр хан кушесине шагов кеттеп. Новая часть города Уральс выглядит как-то совсем по-другому, если сравнивать с старой частью. Как-то даже непривычно. Все эти дни мы обычно в старой части гуляли, смотрели, а здесь все такое современное. Девичья башня, а позади строится новая ЖК. И здесь вот тоже строится новая ЖК. В прошлом году я здесь вроде как катался по этой улице. Нужно будет посмотреть старое видео, как что изменилось. Ресторан Восточная сказка. Улица Карбышева. Вот здесь находится дворец культуры молодежи. Жастар Мэдинет и Е. Ресторан Мэдинет и Е. Вот такое вот есть предприятие. Огромное такое. Приехали вот на такую автомойку. Хорошая мойка, понравилось. Обязательно вернемся. Рахмет Сауболингс. Спасибо и до скорой встречи.